МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед нашим министерством президент поставил очень важное поручение – это дальнейшее развитие экспорта. В настоящее время мы продолжаем улучшать как межрегиональное, так и приграничное сотрудничество. Поддержать экспортеров помогают инструменты господдержки. В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение. Его вел президент страны Ленин Марана. Общенациональные протесты вспыхнули после принятия правительством экономических мер. С 3 октября в стране отменены субсидии на топливо, что вызвало его подорожание. На улицы вышли водители такси, автобусов и грузовиков. Акцию поддержали профсоюзы. Демонстранты забаррикадировали дороги, жгли шины. В Ираке продолжаются протесты. Ранены более 600 человек, не меньше 27 погибли. Комендантский час был введен в нескольких южных городах. Массовые протесты вспыхнули в Багдаде во вторник. На улицы людей побудила выйти безработица и коррупция. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, а затем и боевые патроны. Представители правоохранительных органов заявляли, что устреляли только в воздух. Протестующие говорили об очередях, выпущенных по толпе. США вводят новые пошлины на ряд товаров из Европы. Такие меры были предприняты Вашингтоном после того, как арбитраж Всемирной торговой организации встал на сторону штатов в споре вокруг самолетов Airbus. Данный конфликт длится уже 15 лет. В Белом доме считают, что власти Франции, Великобритании, Германии и Испании незаконно субсидируют авиаконцерны. Новые денежные сборы в размере 25% затронут множество продуктов, возимых из стран Европейского Союза. Тарифы вступают в силу 18 октября. Однако власти США отметили, что могут пересмотреть условия в зависимости от исхода переговоров с ЕС. В столице Казахстана отметили юбилей тюркской интеграции. По случаю этого исторического события в Нур-Султане собрались послы и дипломаты разных стран и представители интеллигенции. Они обсудили достижения и наметили новые планы сотрудничества тюркоязычных стран. Напомним, начало интеграции было положено 10 лет назад в городе Нахчеван, где прошел саммит глав тюркоязычных стран. Президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции подписали соглашение о создании Тюркского совета, Академии, Тюркского совета культуры и наследия и Совета Аксакалов. Отметим, юбилейная встреча прошла накануне седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Он пройдет в этом месяце в Баку. На мероприятии планируется вступление в Тюркский совет Узбекистана. Статус страны-наблюдателя сохраняет за собой Венгрия. Тюркская Академия подготовила учебник по общей истории тюркоязычных народов. В настоящее время по нему учатся в Казахстане, Азербайджане и Турции. Более 30 тысяч детей Турции выбрали этот предмет для изучения. То же самое и в Азербайджане. В Казахстане в этом году более 10 тысяч человек выбрали этот предмет. В настоящее время готов учебник по географии и общей литературе. В Международной Тюркской Академии было написано и переведено более 100 книг для наших народов. Это не только учебные пособия для средних, высших учебных заведений, но и переводы антологии писателей Азербайджана на казахский язык. Переведены книги поэтов, писателей как на Азербайджан, так и на казахский язык. Сотрудничество в области образования у нас очень на хорошем уровне. Ежегодно выделяют аквоты для азербайджанских студентов в высших учебных заведениях Казахстана и для казахских студентов в Азербайджане. В Таджикистане прошла выставка ремесел. Опытные мастерицы представили самые разнообразные изделия, начиная от национальной одежды до ковров и матрасов. Все, конечно же, украшено традиционным ярким чеканом. Напомним, это таджиский национальный стиль вышивки. В 2018 году он был внесен в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. И хотя в Таджикистане традиционно подделки выполнены в народно-прикладном стиле, пользуются большим спросом, сейчас к ним особенно пристальное внимание. Напомним, 2019 в стране объявлен годом развития села, туризма и народных ремесел. В каждом районе республики открыты десятки ремесленнических школ и предприятий. Желающие осваивают в них старинные секреты мастерства сразу по 85 направлениям. В Казахстане стартовал второй этап приема заявок на конкурс Государственного центра поддержки национального кино. В течение октября кинематографисты смогут подавать свои проекты на рассмотрение экспертного совета. В состав жюри вошли профессионалы индустрии, сценаристы, продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и кинокритики. Претендовать на звание национального фильма могут как авторские картины с потенциалом для участия на международных фестивалях, так и коммерческие художественные и анимационные фильмы, ориентированные на массового зрителя. Напомним, что ранее киноцентр отобрал 18 фильмов для финансирования. Обязательное условие, что на конкурс должна подаваться кинопроизводящая компания. Уже с готовым сценарием, с готовой творческой группой, с готовой сметой. Но если это новички, например, молодые кинематографисты, которые хотят участвовать в конкурсе «Короткого метра», мы в этом питчинге будем вводить эту статью «Короткий метр» или дебют. Но мы будем им помогать. Госцентр поддержки национального кино также намерен внедрить систему единого кинобилета. Это позволит производителям фильмов, так же, как и дистрибьюторам, получать полную картину о кинопрокате в республике и отслеживать данные в режиме онлайн. Все сведения по покупке билетов через кассы любого кинозала будут приходить в единый центр информационный, где будет обрабатываться. И по результатам этой обработки будет виден общий бокс-офис, то есть общий доход. И это поможет нам в дальнейшем в кинопроизводстве. Кинопрокатчикам это поможет в закупе новых фильмов и в прокате. Потому что та аналитика, например, которая делается в России уже в течение пяти лет, она позволила киноиндустрии России повысить свои доходы на 30%. Отметим, внедрять систему единого кинобилета планируется уже в следующем году. Казахстанские кинематографисты готовят документальный фильм об Аль-Фараби. Картина «Возвращение учителя» посвящена 1150-летию выдающегося мыслителя. Авторы Сергей Азимов и Галим Каир Мутанов прошлись по следам философа, чтобы разгадать феномен бессмертия его идей. Исследователи построили маршрут из Утарара в Сирию. Это и Аль-Фараби, это и Авицена, который утверждает о том, что если бы я в свое время не смог бы ознакомиться с трудами Аль-Фараби, я бы не смог понять это мироздание, это и харизми, и бухари. Вы знаете, это был единый мощный научный потенциал тюркского мира. И это мы должны показать так, чтобы это стало понятно и убедительно зрителю. Вот это самая главная задача. Во время посещения Дамаска съемочная группа обнаружила в Национальной библиотеке страны рукописи трактатов Аль-Фараби. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы получить копии древних документов. К слову, до наших дней дошли только 40 трудов ученого. Мир называет Аль-Фараби вторым учителем, ставя в один ряд с Аристотелем. Последний еще до нашей эры изложил свое видение о развитии человеческой цивилизации. И спустя века Аль-Фараби развивает его труды. Европейцы были удивлены, прочитав труды Аль-Фараби. Они говорили, что и действительно не понимали Аристотеля. И только через труды Аль-Фараби поняли, какой вклад он внес. То есть через эти работы они увидели нового учителя. Документальный фильм снимается при поддержке Казахского национального университета. Это первый полнометражный документальный фильм о Аль-Фараби. В скором времени его представят на суд зрителей. Казахстанские дизайнеры представили в столице Франции коллекции современной одежды. Их отличительная особенность – выполнены они в национальном стиле. Надо отметить, что отечественные кутюрье впервые вошли в официальную программу показов недели высокой моды в Париже. В знаменитом салоне ОЖ дизайнер Айдрахан Калеев показал коллекцию Пери Тараза. Он посвятил ее девушкам родного города. Вот так в его трактовке может выглядеть современный кимещек. Этническая одежда сама по себе она в музее или же на театральной сцене. А наша проблема, наша задача, наверное, продвигать одежду, национальную одежду или же одежду кочевников на европейские рынки. Поэтому были созданы вот такое направление, стиль, который называется неофольклор. Неофольклор в моем понятии – это народная, национальная одежда, наделенная духом современности. Обилие национальных мотивов прослеживается и в коллекции, привезенной Гульнарой Касым. Отметим, работы столичного модельера эксперты приметили еще на неделе моды в узбекском Ташкенте. Я отвезла свою коллекцию в Ташкент, и там мой коллега Айдрахан Калиев ее увидел и предложил принять участие в неделе высокой моды в Париже. Я очень рада, рада на таком уровне представлять свои работы. Резамена. Европейские эксперты отметили, что коллекция казахстанских дизайнеров отражает все богатство культуры страны Великой Степи. Замечательно, супер и аутентично. Мне понравилось, что модели двигались очень медленно, когда ты имеешь возможность подробно рассмотреть все детали костюмов. Отметим, отечественным представителям модной индустрии удалось покорить Париж. До этого казахстанские кутюрье уже принимали участие в европейских неделях Милана, Берлина и Амстердама. Дизайнеры уверены, что одежду под брендом Made in Kazakhstan будут носить модники всего мира. Вокальные параллели Классики, а также сочинения отечественных авторов исполнили друзья и коллеги Эрика Курмангалеева. Его голос, он попал в книгу рекордов, для него писал сам Шнитке. И сегодня здесь, в театре Астана-Опера, приехали его друзья, артисты из России. Это знаменитый пианист Александр Котовщиков, Лариса Рудакова, сопрано, солистка Большого театра московского. Также два контртенора, Рустам Еваев и Олег Рябец. И я думаю, что для нашей публики это огромная такая интересная возможность услышать воочию такие редкие голоса, как контртенор, окунуться в старинную музыку, окунуться в те галантные стили, которые сегодня будут представлены нашей глубоко уважаемой публике. Жирау – это основа, настоящий фундамент для музыкальных традиций кочевых народов, особенность этого древнего фольклорного направления в гармоничном симбиозе поэзии, музыки и исполнительского мастерства. Главные жанры искусства – жирау, сказания, философское размышление и лирические произведения. Большую популярность они приобрели в Центральной Азии в 15 веке. Одними из ярких и легендарных певцов-сказителей были Асан Кайгэ, Кастуга, Доспамбет, Шалкис, Жиимбет и Маргаска. В своих произведениях они затрагивали важные общественные вопросы, играя значимую роль в развитии культуры казахского народа. Отметим сегодня жирау – это духовное наследие поистине всего Центрально-Азиатского региона. В тюркскую эпоху сказатели жирау в Центральной Азии называли узанами. Именно в те времена и развивалось это искусство в казахских степях. Азиатские бахше, азербайджанские ашуки, тюркские узаны. Хоть они называют себя по-разному, их стиль, их подача, их историческое прошлое – всё это имеет общие корни. Это ярко отражается в искусстве, музыке, культуре наших братских народов. И искусство – это колыбель дружбы и родства. Музикалы гонерынде ау тавиғи, тарихи терендігінде жатыр. Сондықтан да гонер бұл достықтың, бауырластықтың талбесігі.